Мы находимся с вами в столице Армении, в городе Ереван. А здесь можно все, конечно, потрогать, попробовать. Это не чурчхела. С чем едят лаваш еще? Говяжий бульон. Он приготовлен на основе копыт. Что за фигня? Приперся, показываешь на какие-то камни. А если вот так? Ну, привет вам. С вами Арман, это я, и Себяч. Себяч – это то, что вы сейчас смотрите. Что такое Себяч? Себяч – это русскоязычный вариант слова «селфи». То есть я езжу по разным странам и фотографируюсь на фоне объектов ЮНЕСКО. Что такое объект ЮНЕСКО? Я раскрываю это слово в прошлом выпуске. Я решил посетить страну, которая является моей. Мое становление произошло в этой стране. Мы находимся с вами в столице Армении, в городе Ереван. Армения – страна в Закавказе, расположена на границе Европы и Азии. Армянский народ – один из древнейших народов, населяющих нашу планету. Обожаю погоду в Армении. Бам! И все, солнце, чудесная погода. Ура! Видите, вокруг меня какие-то руины. Вы подумаете, что за фигня, приперся и показывают какие-то камни. Ну, я должен рассказать, ребят. Все эти камни были основаны, построены, заложены. Внимание! А в 782 году до нашей эры. Это руины города Эребуни, который разросся, разросся. И вот то, что вы видите сейчас за моей спиной, это есть нынешний город Ереван. То есть все начиналось именно здесь. Это город Эребуни, то есть, соответственно, Ереван. Потому что Эребуни и Ереван – это одно и то же. Старше Рима ровно, внимание, на 29 лет. И в прошлом, в 2018 году, столица Ереван, Эребуни, отметила свое 2800-летие. Вот. Расскажу такую штуку. Внизу экрана вы видите три логотипа. Это приложение, которое можно скачать перед тем, как приехать в столицу Армении. Это такси. Просто с момента приезда я пользуюсь только этим такси, и оно мне нравится. Вот. Скачайте себе его, ну и не прогадайте, ребят. А вы, ребята, из логотипа, который сейчас моргает, будьте добры, занесите мне денег. А то не буду вас больше рекламировать. Ладно, все. Такой микро-лайфхак. Действительно, мне никто не платит за эту рекламу. Да и я не думаю, что это есть реклама. Ну, вам, конечно, я посоветовал кататься на такси, либо на общественном транспорте. Но меня будет перевозить колесница, в которой я нахожусь. А хозяин данной колесницы – вот этот мужчина. Как вас зовут? Гор. Этот товарищ, с которым я знаком миллиард лет. Мы будем кататься не только по городу Еревану, но также мы будем… Сейчас, секундочку, я установлю камеру сюда. Но мы также будем кататься во всякие разные другие места. Плюс ко всему к нам присоединится еще кто, Гор? Майя. Майя. Майя – это наш старинный друг, который сейчас занимается тем, что проводит экскурсии по Армении и Нагорному Карабаху еще. Так что, если что, ее номер будет указан внизу, да и вообще вы скоро ее увидите и познакомитесь. Человек-энциклопедия, будем ее так называть. Да, если будете приезжать в Армению, обязательно позвоните Майе. И она вам поможет. Обязательно. Майя душка. Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот как можно добраться, ну, если вот я, к примеру, приехал, я турист. Вот как мне передвигаться по Армении? Ну, есть у нас автовокзал, кстати, прямо с этого автовокзала. Вот он, мы его проезжаем только что. Вон он, а-а-а! Ну, в общем, мы его проехали, это был автовокзал. И есть… То есть, да, есть маршрутное такси, которое возит. А сколько стоит? Или там по-разному все? По-разному. Скажем так, не так дорого, как в Европе. О, да, не так дорого, как в Европе, так что имейте в виду, ребята, по приезду в Ереван. В связи с к этому вы можете по интернету найти, который, да, скажем, в ТАТЭФ, в АЦАХ. Да, я сейчас не пойму, что это, что это, что это, что это такое? Откуда они знают, что это такое? Надо приехать, позвонить Майя, сказать, Майя, повези нас в ТАТЭФ, расскажи, что это такое. Но я этого сегодня делать не буду. Почему? Потому что у меня еще есть о чем с вами поговорить и что вам рассказать. Центральный рынок. Здесь написано номер два, но, поверьте мне, это центральный рынок Еревана. Пойдемте посмотрим, что там внутри. И так вот, как вы только заходите на рынок, у вас просто начинают разбегаться глаза. Потому что куда ни посмотри, вы увидите, ну, по крайней мере, вот здесь, в начальной части рынка, вы увидите очень много сладостей. Это, судя по всему, апельсин в сахарной глазури вместе с какими-то орехами. А здесь можно все, конечно, потрогать, попробовать. Я этого делать не буду, потому что я не хочу засахарить и рассыпаться прямо здесь на месте. Я хотел бы заострить внимание на вот этой штуке, которая называется суджух. Это не чурчхела. Успокойтесь, дорогие Нино, Тамрико и Атар. Возьмите себя в руки и выслушайте, что я вам расскажу. Рассказываю. Ваша чурчхела, она готовится из сиропа совершенно разных фруктов. А вот эта готовится из двух сиропов. Называются эти два фрукта тут, то есть шелковица, ну, если на русский лад переводить, и виноград. И потому армянский суджух, бархатного вкуса и просто, ммм, спасибо. Если вы голодный турист, вы можете приехать просто здесь, нажраться до отвала и уйти, потому что вот это, это очень вкусно. Я еще не пробовал, но я даже знаю, что это такое. А, дождите, это инжир или это что? Это что? Это хурма? Хурма. И там орехи и все это засахарено. Меня опять угощают. А, а это инжир. И вот, я вот теперь с сухофруктами иду вперед. Так вот, извините, милые грузины, я не продолжил. Ваш рассказ. Фаршированный персик. Да. Спасибо. А это что? А, а это дэхц. Дэхц это персик. Нет, не персик. Да, персик. Это персик. Ммм, вот, давайте. А, среди всех этих явств, смотрите, самое убойное. Видите, как расположены орехи? Это называется шаран. Ряд. Вот, спасибо. Мне помог наш город. Это ряд орехов. Смотрите, какой плотный ряд. Меня похитила местная мафия. И тетя Сатик мне все расскажет про разницу между Чурчелой и судюхом нашим, армянским. Расскажите, пожалуйста. Мы как-то в ряции напали на нее. Ага, грузины однажды напали на нее. Не зря я сказал, что она представительница мафии местной. Так. Армянский судюх, я буду переводить. Самых старых времен судюх готовили из виноградного сиропа. Сиропа. Грузинский? Мы перешли резко на русский. Это лесной орех. А, вот, видите, еще разница в орехах. Наши грецкие орехи. Это лесной орех. Ага, то есть вот это висючая чурчхела вот здесь, да? Это чурчхела. Вот. Спасибо большое, тетя Сатик. Мы пойдем дальше. Кстати, да, по поводу споров, если вы хотите уладить этот межнациональный спор касаемо чурчхелы и судюха, будьте добры, пишите. Армяне, грузине, схлестнитесь, пообщайтесь. Я считаю, что сейчас нам вместе с вами нужно перейти к судюху, потому что в Армении есть еще один вид судюха. Судюх мясной. Пойдемте. Значит, вот эта штука называется бастурма. Я приближу вам, чтобы вы ее видели. Это цельный кусок мяса, который кладут под пресс. Он долгое время находится, этот кусок мяса, под прессом. Сверху наносится разновидность приправ, который называется чаман. Это все очень вкусно. Но мы здесь собрались для того, чтобы я вам рассказал про судюх. Вот он судюх. Это фарш, который вместе, перемешиваю вместе с приправами. Ну, я только понял, что тут черный перец и красный перец, и очень много армянских приправ. А, и чеснок, как мне говорит Люся. Спасибо огромное, Люся. Люся нам подсказала напоследок, чтобы все вы знали. Если у вас на столе есть бастурма и судюх, значит, ваш стол королевский. Вот так как мы начали про еду, задам вам вопрос, который я услышал однажды, когда посмотрел программу «Что, где, когда». Что такое, что можно использовать как скатерть, как тарелку, как ложку, как салфетку и, соответственно, как еду. Именно. Вы правильно отгадали. Это лаваш. Лаваш, на самом деле, я вам расскажу, что пекли в Армении с давнишних времен. И когда любой армянин вам говорит, что лаваш – это национальное блюдо, он прав. Это национальное армянское блюдо. Это хлеб. Пекли его в специально отведенных местах. И, кстати, армяне, как вы видите, любят не только есть, но и пить. Здесь есть очень много вина на выбор. Так вот, в Армении в старинные времена вырывалась огромная яма в центре дома, либо в специально отведенной комнате, и там строился тон их. Вот сейчас он в современной Армении немного вынесен наверх. Выглядит это следующим образом. Полтора метра. А внизу, как вы видите, сейчас работает газовая горелка. Раньше в старину вместо газовой горелки эту печь, тон их, разжигали с помощью виноградной лозы, засохшей виноградной лозы. Соответственно, она быстро поджигается и получается очень жаркий огонь. Ну так вот, с помощью таких нехитрых манипуляций разжигался костер, нагревался тон их. И, используя самое простое в мире тесто, это тесто состоит из воды, муки и немножечко соли в ней находится. Все. Кстати, лаваш вообще является бездрожжевым и очень диетическим продуктом. То есть, если вы хотите сесть на диету и не прекращать есть хлеб, ешьте лаваш. Именно такой лаваш, да, где используется только вода, мука и чуть-чуть соль. Так вот, смотрите, наложили, чуть-чуть смочили, чтобы лаваш прилепился к краешку тоннеля. И все, отправляется в печь, бам, все, прилепился к стенке. Смотрите, пошли пузырьки, тесто пропекается, готовится и получается самый вкусный в мире и самый диетический лаваш. Лаваш на самом деле используют очень по-разному. То есть, его можно есть просто отрывая, закусывать, да, что-то, либо туда помещать сыр, либо ту же самую бастурму и судюха, о которой я говорил, и просто заворачивать в скрутыш. А в Армении данный скрутыш называется бурум. Бурум от слова бур, то есть кулак. То есть, мы все это дело помещаем в кулак и едим. Но есть еще один способ поглощения, то есть потребления лаваша, а вот какой, я вот сейчас вам расскажу. Только после того, как я вам расскажу, как складируется лаваш. Лаваш печется в очень больших количествах, складируется таким образом, он может храниться очень долгое время. То есть, его можно веками хранить, потом взять, просто смочить водой, и все, он превращается в мягкий, потрясающе вкусный хлеб. Все, я все вам рассказал, теперь пойдемте, я вам покажу. Спасибо вам большое. Теперь пойдемте, я вам покажу, как еще можно есть лаваш. И да, чуть не забыл. В 2014 году лаваш был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от Армении. Так что в следующий раз, если у вас в руках окажется кусочек лаваша или лаваша, знайте, что вы держите частичку культурного наследия древнего народа. С чем едят лаваш еще? Вернее, как его едят? Это лаваш в сухом виде. Ой, извините. Вначале расскажу, что у нас на столе. На столе у нас национальное блюдо хаш. Национальное армянское блюдо. Повторяюсь, армянское. Не азербайджанское. Не грузинское. Не узбекское. Армянское блюдо хаш. Если кто хочет поспорить, пишите комментарии, ставьте лайки. Из чего же состоит этот бульон? Это обычный говяжий бульон. Но он приготовлен на основе, внимание, говяжьих копыт. Это звучит странно, страшно. Но бульон вот этот, он очень вкусный. Данный бульон едят только славашу. Кстати, и пить надо водку. Давайте. Спасибо большое. Эта водка на самом деле необычная, она яблочная. Ну, здесь уже, знаете, кто как хочет издевается над своим организмом. С другим горячительным напитком этот бульон хаш не едят. Правильно, едят хаш следующим образом. Сначала мы определяем количество соли. Потому что этот бульон варится вообще без ничего. Наваристый пресный бульон. У меня губы слиплись. Смотрите. А, кстати, это была рука Гора. Он, кстати, тоже ест. Извини, Гор. Отлично. После чего добавляем соус. Это тот же самый бульон, в котором разведен порубленный в щепки чеснок. После поедания хаша желательно не ходить на бизнес-встречи, а также не встречаться с любимым человеком. Хотя можно вместе съесть хаш. И после этого вы не будете ощущать глубинный аромат чеснока, который будет исходить от вас. Так вот, определяем также количество чесночного соуса. Да, все хорошо. Чуть-чуть переборщил. И финальный аккорд. Это лаваш. Помните, я говорил, как его есть? Вы сейчас спросите, как он? Он же сухой, как его есть. Его невозможно есть, потому что он будет сыр. Конечно, вы правы. Его нужно крошить. Ребят, как говорил мой дед, нужно крошить до такой степени. Лаваш в хаш, чтобы ложка стояла. Щепки летят во все стороны. Так. Смотрим. Ложка стоит. На этом функция ложки закончена. И начинаем есть хаш. Как? Хаш едят правильно. Следующим образом. Накрывают тарелку, чтобы хаш не остыл. После чего отрывают маленький кусочек от лаваша, который свежий и мягкий. Берете небольшое количество той смеси, которая у вас получилась в тарелке. Все просто. То есть вам нужно терпение и хорошее здоровье, чтобы все это переварить. А теперь все это дело надо запить. Гор? Давайте. Яблочной водкой. За хорошее будущее. Пойду-ка вам расскажу уже про объект ЮНЕСКО. Сколько можно уже. Как начался блог про Армению, я просто жру без остановки. На рынке лаваш тут, там, сям, все. Пьем и поехали дальше. Так, поели человеческой пищей. Теперь пришло время о духовной пище поговорить. Мы с вами находимся на месте, которое было обитаемо, точнее, являлось форпостом еще с V века до н.э. Здесь базировались бойска уральского царства. Что они здесь сделали? Они здесь занимались обороной столицы, которая находилась не так далеко. После чего в первом веке нашей эры был построен вот этот чудесный языческий храм. Кстати, он называется Гарни. И он не напоминает вам, кстати, ничего. А если вот так? Единственное, что мне приходит в голову, это афинский Парфенон. Ну, разница в постройке между этими двумя строениями, внимание, чуть больше 360 лет. Теперь про похожести. Значит, это строение, точно так же, как и строение Гарни, находится на возвышенности, имел стратегическое значение. В те времена, в далекие, имело стратегическое значение. Второй момент – это языческий храм. Третий момент – это эллинистический стиль архитектуры. В список схожестей этих двух сооружений также можно привнести то, что и у Парфенона, и у храма Гарни была нелегкая судьба. И один и второй очень сильно пострадали. Потрепала их жизнь, как говорится. Значит, вот храм, который Парфенон, который находится за моей спиной, был в свое время разрушен и уничтожен с помощью пороха и человека. А храм, который находится в Армении, Гарни, его просто потрясло ужасное землетрясение. Но, в отличие от Гарни, данное сооружение никак не могут восстановить. А Гарни восстановили еще в советское время. На этом схожести заканчиваются. Но в Гарни я вам покажу еще моменты, где наследили греки. А сейчас я считаю, что нам нужно сделать себя. Ну что, вернемся к нашим баранам? Так, разошлись! Шов, уйди отсюда! Это единственный сохранившийся в Армении до нашего времени языческий храм. Царь Тередат I решил для своей жены преподнести такой подарок. И построил на данной территории языческий храм и весь комплекс застроил. Там бани есть, там есть дом прохлады и все такое. Пока я искал дом прохлады, ну, точнее, его руины, к нам с гором присоединилась гид Майя. И рассказала, что же все-таки делали в этом доме прохлады. Как говорит Майя, здесь прохлаждались царицы. Вот Майя, которая говорит... Где Майя? Майя, что здесь делали царицы? Здесь прохлаждались царицы. Вот он дом прохлады. Как это работало, расскажу. Значит, они мочили шторы в реке, которая тут протекает ниже. Как бы завешивали всю комнату. Дул ветер, легкий бриз. И прохлада и влага наполняла комнату. И все, кондиционер готов, все довольны, жена отдыхает. Дача. Вот прототип старой дачи. Вот что это такое. Так, а сейчас мы с вами вместе идем в баню. Как говорит Майя, здесь хиппокаус. Не знаю, что это такое. Это принцип хиппокауса теплый пол. Принцип хиппокауса теплый пол. Да ладно? Помните, я вам говорил, что есть все-таки связь между храмом языческим и Грецией? Вот эта баня, мы находимся сейчас в раздевалке этой бани. Я вам показываю мозаичный пол, на котором есть надписи на греческом. Эта баня была построена по греческому принципу, по принципу хиппокауса, как мне говорит наш гид Майя. Вот посмотрите, как это происходит. Значит, глиняные возвышения, на которых был пол и есть. Вот видите, остался кусочек пола. Принцип. На улице разжигали костер невиданной силы. И этот костер вот по вот этим трубам глиняным доходил сюда. А здесь люди, значит, соответственно, прохлаждались, сидя в туниках и наслаждаясь жизнью. То есть залы делились на разные сектора. Значит, в этом секторе был самый холодный пол. Здесь был чуть потеплее, а вот в соседнем был самый горячий, потому что огонь шел вот отсюда. Вот отсюда и выходил весь огонь. Вот. То есть еще одна связь между Грецией и Гарни. Спустя три века после Тередата Первого, который построил этот языческий храм, Тередат Третий принял христианство на территории Армении, сделав его первым в мире государством, которое на государственном уровне приняло христианство как государственную религию. Как много слова «государство» сейчас прозвучало. А в седьмом веке нашей эры был построен здесь храм, уже церковь христианская, прям в непосредственной близости с языческим храмом. Видите, про непосредственную близость я говорю. Посмотрите, это у нас получается христианский храм, это языческий храм. И они сходятся, сходятся на этой точке. Почему было так решено сделать? Чтобы люди, которые верили языческим богам, не меняли место своего поклонения, а приходили на то же место, просто заходили уже в соседний храм. И языческий храм, и христианский храм, к сожалению, были разрушены в 1679 году. Это здесь просто прогремело, потрясающе, действительно потрясающе, оно здесь все потрясло, землетрясение, разрушительные силы. Но в советское время было решено реконструировать только языческий храм. Данный комплекс был внесен в список ЮНЕСКО в 2011 году. Именно поэтому я делаю Сибяч на фоне языческого храма и христианского храма одновременно. И идем, соответственно, чтобы я вам рассказал еще про один христианский храм. Монастырский комплекс Гегард. Был внесен в список ЮНЕСКО в 2011 году. И именно поэтому мы находимся здесь. Это место называют по-разному. Либо пещерный монастырь, либо храм-копья. Я понимаю, что, наверное, немножко наскучил этими храмами, но по-другому никак. Слушайте, мы в Армении. Армения – это археологический музей под открытым небом. Называют так археологи. Вы спросите, что это такое? Я вам отвечу, что это источник. Это природный источник воды. Чистейшая вода, которая спускается с гор. Это место было популярно среди тогдашнего народа еще с незапамятных времен. То есть это место было местом поклонения язычников. Но спустя какое-то время, в XIII веке, на этом месте было решено построить храм. Христианский храм. Что было сделано? Было сделано следующее. Один находчивый архитектор, которого звали Галдза, выдолбил весь этот храм в цельном куске скалы. Как это происходило? Человек пробрался вон оттуда. Из этого маленького отверстия он начал выдолбливать в скале дыру. И в итоге получилось то, что мы сейчас видим. Посмотрите на узоры. И просто это все сделано вручную. Еще раз повторюсь. Цельный кусок. Хотя нет. Цельный кусок. Я подумал, стык. Единственное, что было добавлено в дальнейшем, ну я не считаю вот этот подсвечник, или как это называется, а был вот этот крест. Вот еще одно помещение в этом же комплексе, которое является семейным склепом семьи Прошьян. Вот видите, наверху изображенных семейный герб. Это львы, которые с помощью какого-то ошейника присоединены друг к другу. В нижней части мы видим орла, который стырил какую-то скотинку. И куда-то ее несет. Видать, есть будет. Верхняя часовня. То есть, опять же, помещение, выдолбленное в скале. Но чем примечательнее вот это сооружение? Объясню. Акустика здесь просто потрясающая. В данном помещении бывает иногда проводят песнопения. Сюда надо приезжать и становиться по разным краям, чтобы услышать эту акустику. А то, что делаю я, это просто видео. Ну все, давайте пойдем уже на улицу. Я уже не могу здесь в темноте стоять. Как я и говорил в начале, мы находимся с вами на территории храма, который называется либо храмом Копья, либо пещерным монастырем. Объясню почему. По поводу пещерного монастыря мы уже с вами разобрали, что это такое. Да, я вам показал. Пещерным, да, монастырем? Я же прав? Пещерный монастырь или монастырь? У меня здесь есть цензор, который меня правит все время. А сейчас как храмы забыли, если вы начнете. Вот это в мае человек закатывает. И под шум ветра гид Майя рассказала мне, почему же данный комплекс называется храмом Копья. Согласно христианскому преданию, когда Иисус был на кресте, его бог пронзил копьем римский воин-центурион, которого звали Лонген. Наконечник этого копья был конфискован и передавался из рук в руки, пока не попал к апостолу Фадею, который по непонятным причинам привез этот наконечник в Армению. И эту реликвию хранили тут, неподалеку, в пещерах, вплоть до 18 века. А сейчас наконечник Копья Лонгена находится в главном монастыре Армянской апостольской церкви Вичмиадзима. Как ни странно, этих наконечников несколько. Есть армянский, о котором нам поведала Майя, есть ватиканский, венский и краковский. Но поговаривают, что в Армении оригинал. На самом деле, я рассказывал и рассказывал. Столько много поверить, столько много легенд, столько много историй о всем том, что мы видим вокруг себя. Я имею в виду сегодня то, что мы увидели. Делаем себя, не забываем делать на фоне. Объект, вернуться по себе. Уйди из кадра. Вы посмотрели, вам понравилось? Нажмите на лайк. Что-то не понравилось? Нажмите здесь лайк и пишите свой комментарий. Понравилось? Пишите комментарий. Пишите, куда мне в следующий раз поехать и о каком объекте ЮНЕСКО рассказывать. Также нажимаем на колокольчик, чтобы увидеть, что будет в следующем выпуске. Что еще хотел сказать? А, развлекайтесь и развивайтесь, как это делаю. Пока. Вы думали, все закончилось? А нифига. Я на самом деле в самом конце хотел поблагодарить за потрясающую экскурсию и за бесценную информацию, которую дала нам экскурсовод Майя и Гору за то, что он перевозил мою тушку и мы вместе с вами путешествовали в Армении с помощью его колесницы. Ребят, спасибо. А сейчас все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok